Анализируя ситуацию за несколько лет, я могу вам с уверенностью сказать, что лучше всего выращивать рассаду павловни следующим образом. Техническими же такие сорта называются, потому что они в первую очередь были выведены для того, чтобы при минимальных трудозатратах получать максимально качественную древесину. Еще один недостаток может проявляться в немножко неправильном первоначальном развитии корневой системы павловни. На самом деле область применения древесины павловни на ранних этапах ее жизни крайне ограничена, но это связано с целым рядом факторов. Некоторые люди мне писали, мол павловня не горит. Я почему-то им не поверил и решил провести собственный эксперимент. Знаете, на самом деле я бы остался очень разочарован, если бы часть павловни не посадил возле дома. На мое прибольшое удивление она показала результаты значительно, ну так скажем, более наглядные. Я полагаю, что при таком же подходе к выращиванию павловни, ну вернее сказать его отсутствии, у вас будут плюс-минус аналогичные результаты, как и у меня. Друзья, всем большой привет. Меня зовут Саша. В сегодняшнем видео я хотел бы поделиться с вами своими достижениями по выращиванию павловней. К сожалению, мои результаты не являются особо показательными и по сути оставляют желать лучшего. Тем не менее, самой павловней я не разочарован. Потенциал у нее действительно внушительный, даже по большей части представлял. Но, к сожалению, мне ее по мере моей некомпетентности, а также ряда внешних обстоятельств, в полной мере раскрыть не удалось. Пока что не удалось. На основе чего я делаю такие выводы, расскажу где-то ближе к концу видео. Ну а сейчас, если уж похвастаться не могу, то хотя бы проведу работу над ошибками. Помимо этого, я поделюсь с вами своими наблюдениями, замечаниями и рекомендациями. А также постараюсь ответить на ваши часто задаваемые вопросы. Сразу же предупрежу, я не занимаюсь коммерческим выращиванием и продажей павловней, а также не сотрудничаю ни с какими фирмами. Видео я делаю исключительно на основе личного мнения. Мое мнение, в принципе, может в корне отличаться от вашего, а может быть в некоторых моментах даже будет ошибочным. Если что, милости прошу в комментарии. Видео обещает быть немножко объемным, моментами слишком подробным. Однако я намеренно пошел на этот шаг, дабы каждый из вас, кто решит его сегодня посмотреть, нашел здесь для себя ответы на все свои вопросы. Ну, если уж не на все, то хотя бы на большинство из них. Как бы там ни было, с вашей точки зрения, я думаю, все равно было бы рациональнее определить полчасика свое внимание на то, чтобы послушать мой сегодняшний рассказ. И уже на основе него сделать для себя какие-то определенные выводы. Нежели делать аналогичные выводы, но уже из личного опыта. А потратив на все про все, года два, может быть даже три. Ладненько, подробные видео не значат затянутые, поэтому не смею вас больше задерживать. Приступаем, так сказать, к разбору полетов. Для понимания картины в целом, а также для того, чтобы не засорять канал множеством промежуточных видеоотчетов, свои старые видеоотчеты я удалю, сегодняшний рассказ начну немножечко сдалека, а именно со знакомства с Павловней. Впервые я о ней узнал, листая каталог товаров на Алиэкспресс. Мне это дерево сразу же приглянулось и решил купить себе ее семена. К сожалению, не с первого раза мне удалось приблизить схожие семена и не с первого раза их прорастить. Алиэкспресс как-никак. Тем не менее, ближе к концу лета 2018 года у меня уже была хорошая полноценная рассада, которую я высадил на поле. Высаживал тогда в два этапа. Ту рассаду, которая была покрупнее, высадил 28 июля. А вот ту рассаду, которая в своем развитии немножечко отставала, еще подержал в бутылках и высадил на месяц позже. Как итог, Павловняя, посаженная пораньше, до наступления похолодания успела немножко подрасти и укорениться. Поэтому за зиму пусть у стебельки и вымерзли, зато весной она отросла с корня. Но вот та Павловняя, которая была посажена попозже, к сожалению, при наступлении похолоданий пропала абсолютно вся и полностью, без исключений. Ну и на этом я остановлюсь и подведу итоги за 2018 год. Прежде всего, я бы вам не советовал молодую зеленую неодревесневшую рассаду Павловни, причем вне зависимости от сорта или вида самой Павловни, высаживать позже, чем в июле. Это значит, что семена вам надо будет успеть посеять до мая, то есть минимум за 3 месяца до предполагаемой даты высадки рассады в открытый грунт. Если что, эта информация актуальна конкретно для Украины. Может быть, если вы живете южнее, в более теплых странах, то у вас будет еще месяцок времени в запасе. Однако, все же, с посевом семян я бы вам затягивать не советовал. Забегая немножечко наперед и анализируя ситуацию конкретно за 2020 год, я могу вам с уверенностью сказать, что самое идеальное время для посева семян – это средина февраля. Как раз к концу мая, когда уже окончательно уйдут зимние морозы и стабилизируется погода, у вас будет хорошая, красивая рассада высотой 30-40 см. Вы ее сможете, в принципе, без риска и без особых проблем высаживать у себя на участке. И она у вас будет уже прекрасно расти. Теперь касательно самих семян. Раньше я их очень часто покупал на Алиэкспрессе. Ну, по большей мере, чисто ради интереса. Мне как-то даже попался очень хороший продавец, который я всем советовал. Но, к сожалению, он очень быстро закрылся. Скажу более того, сейчас на Алиэкспрессе почему-то вообще не осталось ни одного продавца, продающего семена павловни. Может быть, в этом году они их еще просто не успели заготовить. Как бы там ни было, мое мнение по их поводу довольно-таки часто спрашивают. Поэтому на случай, если эти семена все же появятся в продаже, я дал вам их кратенькую характеристику. Ну, начнем с положительных моментов. Эти семена очень дешевые. Во-вторых, этих семян китайцы присылают раз в 5, а то и даже 10 больше, нежели указывают при продаже. Ну, скорее всего, это делается чисто в маркетинговых целях, дабы довольные покупатели повышали своими отзывами рейтинг продавцу. Ну, или как минимум, чтобы на него не жаловались. Дело в том, что семена павловни очень маленькие. И, по сути, 100 семян павловни занимает всего лишь третья, а то и даже четверть обычной чайной ложечки. Если бы продавцы их отправляли ровно в том количестве, в котором указывают при продаже, могло бы сложиться впечатление, что продавец жмот. Поэтому хороших рейтингов ему было бы не видать. Ну, знаете, на самом деле, даже несмотря на то, что китайцы присылают семян много, толку от них мало, так как их схожесть порой оставляет желать лучшего. Из личного опыта я могу вам сказать, что схожий семян павловни сохраняется более двух лет. Почему не хотят прорастать семена с Алиэкспресса, я не знаю. Может быть, китайцы нарушают технологию их сбора и хранения, а может быть, изначально продают 100-летние семена. В общем, боюсь на этот вопрос, точный ответ я вам так дать и не смогу. Как бы там ни было, это не единственный их недостаток. Ещё сюда я бы отнёс очень длительную доставку, которая порой занимает целую вечность. Ну, а также тот факт, что на Алиэкспрессе, по сути, выбора ту и нету. Как правило, китайцы продают одну лишь только павловню Элунгата. Я не говорю сейчас, что это плохая павловня, вовсе нет. В природе как бы априори ничего плохого не бывает. Ну, кроме злых людей. Но просто морозостойкости такой павловни, конкретно для Украины, будет немножко недостаточно. И с большой вероятностью она у нас будет подмерзать. В общем, такая ситуация по семенам была примерно полтора года назад. Если семена и появятся в продаже, я думаю, кардин в общем, как бы ничем особо и не изменится. Покупать семена на Алиэкспрессе или нет, уже решайте сами. Из бюджетных, альтернативных, легкодоступных вариантов я бы вам мог посоветовать поискать и приобрести семена павловнии тументоса. Павловния тументоса растёт в Украине, причём в разных регионах и довольно неплохо себя там чувствует. Она даёт схожие семена, поэтому если вы знаете, где такая павловня растёт, вы можете самостоятельно собрать её семена. Ну, или же поискать эти семена в местных интернет-магазинах. Я думаю, проблем с этим у вас не возникнет. Если вы хотите вырастить павловню для пасеки, декоративно-озвенительных целей, или же так чисто ради интереса, и при этом вы живёте на уровне Киевской области и южнее, то тументоса вам будет вполне достаточно. Её морозостойкости вам будет хватать, она будет себя неплохо расчувствовать, и где-то в 90% случаев каких-то особых трудностей по её выращиванию у вас возникнуть не должно. Однако же, если вы живёте севернее, то, к сожалению, она у вас может уже подмерзать. Об этом мне писали в комментариях. На самом деле, морозостойкость павловни зависит не только от её сорта или вида, а также и ряда других факторов, о которых мы ещё сегодня поговорим. Однако же, конкретно в такой ситуации, а также в той ситуации, если вы хотите павловню вырастить в первую очередь на древесину, я бы вам советовал обратить своё внимание на гибридную павловню, ещё так называемую павловню технических сортов. Не всегда, но по большей мере это всё та же томентоса, но обладающая рядом улучшенных характеристик за счёт того, что она была скрещена с павловней и других разновидностей. Ну, в моём понимании, это работает примерно как смешивание красок гуашь. Возьмите в равных пропорциях краску жёлтого цвета и синего цвета, смешайте их, и у вас получится краска зелёного цвета. Проведём параллель на павловню. Если взять, допустим, ту же томентосу и элунгату, скрестить их, то получится у нас павловня, которая будет обладать всеми основными характеристиками томентосы, ну, в частности, как раз таки её морозостойкостью. Но при всём этом ствол такой павловни будет расти уже более ровным и немножко быстрее, как у элунгаты. Думаю, с этим, в принципе, всё понятно. Техническими же такие сорта называются, потому что они в первую очередь были выведены для того, чтобы при меньших трудозатратах получать максимально качественную древесину. На самом деле комбинаций может быть гораздо больше, то есть там томентоса может быть и скрещена с фуртуной, каваками, ну и так далее. Могут быть даже тройные комбинации, например, как в новеньком сорте FTE – фуртуна, томентоса и элунгат. Вследствие того, что вариантов скрещивания может быть очень много, самих сортов также есть очень много. Если рассматривать все технические сорта как одно целое и сравнить их с обычной томентосой, то можно сделать вывод, что в той или иной мере они будут от него отличаться фактически по всем параметрам. Ну, например, у таких сортов будет ствол расти быстрее и ровнее, чем у томентосы. Некоторые могут иметь менее раскидистую крону, что очень полезно в случае, если вы хотите на своем участке высадить больше деревьев. Также у таких сортов будет другой цвет древесины, другой цвет цветов во время цветения, другая форма и размер листьев. Они могут обладать повышенной засухоустойчивостью. В общем, сравнивать можно до бесконечности. Однако же, в первую очередь, нас, конечно же, интересует повышенная морозоустойчивость. И да, слава богу, такие сорта также есть. Самым морозоустойким сортом из тех, которые можно вырастить из семян, на данный момент является сорт Паутонг З-07. Если, например, по луне Томентоса кратковременно выдерживает где-то минус 25-27 градусов по Цельсию, то Паутонг З-07 должен выдерживать аж до минус 33. Ну, эту информацию я еще проверю на личном опыте. Пока что, к сожалению, это не подтвердить, не опровергнуть не могу. Почему же я делаю такую ремарочку, мол, из тех сортов, которые можно вырастить из семян? Все дело в том, что есть еще, так скажем, отдельная категория павловни технических сортов с приставочкой Invitro. Invitro дословно переводится как в пробирке. То есть, в таком случае, речь идет уже о той павловни, которая выращивается и размножается в лабораторных условиях. Она продается исключительно в виде саженцев, так как ее семена стерильны. Да, скорее всего, ее можно, как и любую другую павловню, размножать черенками. Я этого не исключаю, но я этого делать не буду, потому что я ее не покупаю. На то есть как минимум три причины. Во-первых, она очень дорогая. Во-вторых, по отзывам людей я делаю вывод, что, по сути, помимо своей стоимости, она так-то уж особо ничем и не выделяется. Да, я не спорю, от самой павловни, конечно же, зависит многое. Однако, в первую очередь, ваши результаты зависят от ваших знаний. Во-вторую очередь, от того труда, который вы прикладываете к своей работе. И лишь в третью очередь, от самой павловни. Купить какое-то чудо-саженец, воткнуть его в землю, ожидать, что он у вас попрет как бы убовый стебель из фильма, я думаю, определенно не стоит. Ну и в-третьих, если я правильно понимаю, в таком случае речь идет уже о генетических изменениях. Поэтому для меня остается открытым вопрос того, как такие деревья влияют на природу и экосистему в целом. В общем, как говорится, время покажет, люди расскажут. Вот я же такое вступление сделал только для того, чтобы подвести вас к той мысли, что я в своих видео по умолчанию рассказывал, рассказываю, и дай бог буду рассказывать о той павловни, которую может вырастить каждый желающий человек при минимальных финансовых вложениях. Причем, еще и параллельно с этим естественным способом, из семян. Технологию посева семян я вам уже показывал год назад в своем комплексном видео, однако с тех пор я успел ее уже немножко усовершенствовать. Прежде чем рассмотреть этот вопрос, я вам должен рассказать о емкостях, которых лучше всего выращивать павловни. Да, такая рокировочка снова-таки не случайная, и вы сейчас поймете почему. В общем, дело в том, что в 2018 году я павловни выращивал в бутылках. Я не утверждаю, что это плохие емкости вовсе нет, просто мне из них было довольно-таки трудно извлекать рассаду павловни, не повредив ее корневую систему. Кому-то это давалось без проблем, но, к сожалению, не мне. А попеременный результат это однозначно не то, что можно было бы считать эталоном. Поэтому на бутылках я не остановился и продолжу свои эксперименты в поисках более подходящих вариантов. Если же забежать немножечко наперед и проанализировать все время, за которое я экспериментирую с павловней, то я бы мог составить следующий рейтинг тех емкостей, которые я использовал. На восьмое место я бы поставил торфяные таблетки. Банально по той причине, что можно вырастить павловни в более бюджетных емкостях. На седьмое место поставил бутылки, ну в принципе по понятной причине. На шестое место скрутки из клеенки, по типу таких, в которых выращивают рассаду винограда. Основной их недостаток в том, что их еще нужно вырезать и скручивать. Если речь идет о сотнях, тысячах саженцах, это конечно же будет слишком, слишком трудозатратно. На пятое место я поставил кассеты. Поставил их сюда банально по той причине, что мне с ними работать немножечко некомфортно. Мне постоянно нужно подстраиваться под их размер, для транспортировки искать жесткий поддон или же ящики. В случае, если я использую ящики, мне гораздо удобнее в них размещать те емкости, которые можно доставать, переставлять поштучно, а не целым блоком. Поэтому конкретно в такой ситуации мне гораздо удобнее самые обычные стаканчики. Тут маленький такой совет, если вы решите выращивать полонию в стаканчиках, то обязательно проделывайте на донышке несколько дренажных отверстий, чтобы не было застоя воды и соответственно не гнили корни вашей рассады. В общем, на стаканчике у меня особых нареканий как таковых нет. По сути, их единственный недостаток сводится к тому, что из-за конусообразной формы они вмещают в себя немножко меньше земли, нежели занимают место. Ну согласитесь, если бы они были строго цилиндрической формы, то у них бы вмещалось больше земли, а соответственно было бы больше места для роста корней рассады. Да, я понимаю, что за счет такой формы они приобретают дополнительную жесткость, их можно удобненько друг в друга складывать, но все же мне конкретно для рассады такой вариант немножечко не нравится. Поэтому в тройке лидеров такой проблемки не будет. На третье место я поставил мешочки для рассады. Их я впервые купил осенью 2019 года на Алиэкспрессе в размере 14х16 см. Раньше о них я фактически ничего не знал, поэтому доверился описанию и отзывам людей. И скажу, я вам в принципе не прогадал, как с их размером, так и с самими мешочками. Начнем с того, что мне понравилось. Они по контуру пропускают воздух и воду, то есть перелить рассаду нереально. Они не гниют, они довольно-таки прочные, но одновременно с этим сквозь них спокойно прорастают корни рассады. Я пробовал павловню высаживать в этих мешочках, не снимая их, а также пробовал павловню высаживать без этих мешочков. Разницы по скорости роста стебелька я не увидел. Однако же, когда я выкопал корневую систему павловни, я обнаружил, что в тех местах, где корни павловни попрорастали сквозь эти мешочки, они моментами были уж сильно пережатые. Поэтому, если вы решите использовать мешочки, я бы вам советовал их донышко срезать, ну или хотя бы разрезать нижний шоу. В принципе, мне кажется, что, например, для клубники мешочки были бы идеальны. Однако, все-таки для павловни есть варианты намного лучше. Например, это рукава для рассады. Собственно, их я как раз-таки поставил на второе место. Нареканий у меня на них особо нет. В принципе, ну как особо нет, фактически вообще нет на них нареканий. Они дешевые, они удобные, практичные. В общем, можно сказать, прекрасный вариант, идеальный. Однако, конкретно для павловни и в случае выращивания семян есть вариант еще получше. И это, как бы странно ни звучало, зип-пакетики. Выращивать павловню в зип-пакетиках я додумался буквально-таки недавно, однако уже успел снять подробное видео, оно есть у меня на канале. Также я оставлю на него ссылочку в описании. Я сейчас не буду описывать всю технологию в целом, однако перечислили лишь основные положительные моменты. Вы можете семена сеять на поверхность той почвы, которая будет набрана в зип-пакетике. То есть, предварительно вам семена проращивая в каких-то контейнерах или парничках уже не нужно будет. Вследствие этого вам не нужно будет производить пикировки и пересадки сеянцев. Также вам примерно первые полтора месяца не надо будет эти сеянцы поливать. Поэтому вследствие этих факторов скорость роста сеянцев увеличивается, а потери среди посевного материала и ваши трудозатраты сходятся фактически к нулю. Ну и такой тоже не менее ключевой, важный, положительный момент заключается в том, что из зип-пакетика очень легко можно извлекать рассаду. Вы можете ее предварительно просушив немножко землю или извлечь кверху, вытянув, или же растянуть зип-пакетик в две стороны по шву. Он легонечко расходится, и вы без проблем можете извлекать корневую систему полуни без повреждений. Что ж, думаю, со всеми основными такими вопросиками мы уже разобрались. Сейчас со вступлением я закончил. Еще 2-3 таких вступления и будет конец. Что ж, двигаемся дальше к рассмотрению итогов 2019 года. За весь 2019 год, та моя павловня, которая отросла с корня, выросла в среднем от 1 до 1,5 метров в высоту. Результаты по меркам павловни очень скромные, но они обусловлены целым рядом факторов. Во-первых, я ее посадил на малоплодоносной песчаноглинистой земле. На такой земле выращивать павловню не рекомендуется, но на тех полях, где у нас нормальная земля, мы выращиваем плодоносные сельскохозяйственные культуры. Поэтому конкретно в моем случае тут без варианта. Во-вторых, во время посадки я не разрыхлял землю, а также не вносил никаких удобрений. Ну, в принципе, удобрений я не вносил ни разу и в дальнейшем. Ну и в-третьих, я за этой павловней фактически не ухаживал, так как понимал, что мне попалась неморозостойка элонгата. Единственное, что я по сути сделал, это замульчировал землю у основания свежескошенной травой. Дабы она препятствовала пересыханию земли жарким летом. Я вам скажу, это мне очень сильно помогло. И фактически за весь сезон мне мою павловню поливать не пришлось. Также мне не пришлось пропалывать ее, потому что эмульчирование полностью заглушило рост сорняков. Из не менее важных, но уже скрытых положительных факторов эмульчирования, я должен отметить то, что со временем под мульчой заведутся червячки и всякие микроорганизмы, которые будут способствовать разрыхлению земли. Вследствие этого земля станет более воздуха и водопроницаемой, что, конечно же, очень и очень хорошо. Однако же, эмульчирование есть и недостатки. Во-первых, это может проявляться в том, что в ней могут завестись вредители. Ну, например, слизни или же улитки, как это порой бывает с клубникой. Конкретно для павловни я не знаю, будут ли они чем-то вредить, но все же факт остается фактом. Куда более вероятным является подселение к вам мышей, особенно в случае, если вы эмульчирование решите произвести свежей соломой, в которой еще могло остаться зерно. Впрочем, это все, как говорится, лечится. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. В роли эмульчирования я бы вам советовал использовать свежий навоз. Ну, с таким расчетом, чтобы, конечно, основную часть составлял именно солома. С учетом того, что солома будет, так скажем, не сама по себе, то риск того, что в ней заведутся вредители, сводится к минимуму. Ну и, конечно же, за счет того, что навоз во время полев будет немножко растворяться, он будет насыщать землю питательными веществами, что, конечно же, также очень хорошо. Второй и, пожалуй, последний негативный фактор эмульчирования, ну, по крайней мере, из тех, о которых я знаю, заключается в том, что корневая система павловнии на ранних этапах может начать развиваться немножко неправильно. Особенно ярко это прослеживается в комбинации твердой земли, а также саженцев, выращенных из семян. Дело в том, что павловния, которые выращены из семян, поначалу имеет корневую систему, похожую на пучок нитей. Эти корешочки очень тоненькие, очень хиленькие, и они просто торчат во все стороны. Когда вы такой саженец высаживаете у себя на участке, то за счет того, что на глубине земля будет твердая, они попросту еще не будут в силе пробиваться туда. И учитывая то, что у поверхности земля будет постоянно влажной за счет мульчирования, то, соответственно, эти корешочки поначалу начнут разрастаться по поверхности. Им даже не будет смысла начать пробиваться вглубь, потому что им всего будет достаточно в поверхности, как воды, так и всех необходимых питательных веществ. Да, в принципе, со временем павловния, когда уже окрепнет, когда уже определится пространство и времени, тогда она уже все свои силы направит в какой-то определенный один корень. Этот корень развинется значительно сильнее, чем все остальные, и тогда уже при любых обстоятельствах свернет вглубь и уже начнет пробиваться вглубь. Однако вопрос только в том, через сколько времени это произойдет и на какое расстояние корень может уйти вбок. Ну, чисто с логической стороны, мне кажется, что это чревато как минимум снижением морозостойкости корневой системы павловнии. Ну, посудите сами. Чем выше корень будет находиться к поверхности земли, тем, соответственно, он будет больше подвержен промерзанию зимой. Ну, и особенно этот момент неприятен, учитывая то, что первоначально корень должен быть стержневым, то есть он должен изначально расти вглубь. Впрочем, как бы там ни было, эта проблемка весьма успешно решаема, причем даже несколькими способами. Во-первых, я бы вам советовал при посадке павловнии проделать максимально глубокую ямку и засыпать ее взрыхленной землей. Ну, и же просто разрыхлять землю на максимальную глубину. Таким нехитрым приемом вы значительно облегчите корням павловнии рост в правильном направлении на ранних этапах их жизни. Кстати, такое маленькое замечание. Перед посадкой саженцы обязательно хорошенько пролейте эту землю водой, дабы она предварительно просела и в дальнейшем не затягивала на низ за собой саженцы. Второй момент. Если вам не затруднительно регулярно поливать павловню, то вы можете ее не мульчировать. Поливать павловню рекомендуется редко, но в больших объемах. Точных цифр не дают, тут все индивидуально и зависит от вашей почвы, погодных условий и также размера ваших деревьев. Но суть вообще в чем? Когда вы за раз будете вливать большое количество воды, то она в основном будет пропитываться на максимальную глубину и уже там насыщать корни. Однако же, если вы будете павловню поливать часто, но так скажем маленькими порциями, то эффект от этого получится аналогичный, как и от мульчирования. Такой вариант очень полезен для растений с поверхностной корневой системой, но увы не для павловни. Ну и третий вариант. Если у вас есть такая возможность, то я бы вам советовал высаживать саженцы выращенные не из семян, а из черенков. В принципе можно высаживать сразу черенки без предварительного проращивания. Но об этом расскажу немножечко попозже. В идеале было бы, конечно же, высаживать на постоянное место роста павловни именно уже однолетние корни. Но по сути от черенков и от корней эффект будет одинаковый. Разница будет лишь в том, с какой скоростью будет расти и развиваться павловня в том или другом случае. Вся суть вообще в чем? Когда вы павловню выращиваете из черенков, то у нее формируется значительно более мощная корневая система. А не что корневая система, которая формируется у той павловни, в которой выращивается из семян. Ну в общем-то я думаю вы уже поняли, что максимального результата вы сможете добиться, объединив все три вышеописанных метода. Поэтому мы двигаемся дальше. Как я уже сказал, за 19-й год павловня не показала особого прироста. Тем не менее, мне так чисто ради интереса захотелось провести еще один эксперимент. А именно попытаться сохранить стебельки павловни. Я знаю, что это бесполезная затея, и что надо было бы все равно делать на следующий год технологический срез. Но экспериментировал я не так с сохранностью павловни, как с использованием поролоновых утеплителей для труб, в роли утеплителей для растений на зиму. В общем, я на эти стебельки павловни нашампурил поролоновые утеплители, и плотно поприжимал их канцелярскими резиночками. Как итог, стебельки снова погибли. Но я почему-то думаю, что на этот раз по той причине, что не подпарились, так как зима была довольно-таки теплая. Но может быть подпарились, и где-то в промежутках еще и подмерзли. Всякое может быть. В общем, по предварительным наблюдениям, мне кажется, что использовать поролоновые утеплители для труб, для того, чтобы сохранять растения, можно. Но нужно их брать размером побольше, чтобы они по минимуму прилегали к стволам деревьев. Нужно в них проделывать несколько вентиляционных отверстий, а также не надо использовать резиночки для фиксации. В общем, я над этим вопросом еще поэкспериментирую, и со временем сделаю окончательный вердикт. Впрочем, как бы там ни было, даже несмотря на то, что стебельки погибли, павловня весной снова начала отрастать с корня. Но на этот раз мы уже ее решили пересадить с того поля ближе к дому. А само поле подготовили под посадку павловни и технических сортов. Ну, о них немножечко попозже. В общем, с учетом всех моих экспериментов, у меня оставалось всего 4 павловни. Три из них мы пересадили целиком, имеется ввиду с целой корневой системой. А четвертую я опустил на черенки, то есть нарезал ее корень на маленькие кусочки. У меня получилось 5 кусочков размером с мизинчик. Ну, это была самая маленькая и слабенькая павловня. И по сути, такие корешочки даже нельзя назвать полноценными черенками. Однако, для моего эксперимента их оказалось достаточно. Эксперименты! Суть очередного эксперимента заключалась в том, чтобы проверить, можно ли вырастить павловню из кусочков корней без предварительного их проращивания. Просто в полевых условиях. Я эти маленькие корешочки воткнул в землю таким образом, чтобы они выступали над поверхностью буквально на 2-3 сантиметра. И затем, на протяжении довольно-таки продолжительного периода времени, я их постоянно поливал, дабы поддерживать землю влажной. Как итог, эти череночки пускай и долго прорастали, но все-таки проросли. Первые росточки я увидел в начале июля. И даже несмотря на то, что это была уже почти что средина лета, к концу сезона эта павловня успела вырасти почти на метр. Она росла в притяненном месте, очень сильно повытягивалась. Я думаю, что если бы она росла на открытом участке, то выросла бы где-то на полметра. Но проверял я не прирост, а именно то, можно ли павловню вырастить из корней без каких-либо трудозатрат. И по сути, экспериментом я остался довольным. Довольным с одной стороны, но немножко недовольным с другой. Дело в том, что это имеет и негативный характер, так как в случае, если вы захотите выкорчевать павловню, то если вдруг после нее останутся корешочки в земле, я полагаю, что они могут давать поросли. Кстати, тоже такое маленькое замечание. По ходу своих экспериментов я заметил, что если эти корешочки закопать полностью под землю, то они не прорастают. Ну, это такое предварительное, можно сказать, наблюдение, какой-то более точный вердикт, я могу вам сказать, уже сделав очередной, такой, можно сказать, масштабный эксперимент, который я проведу уже в следующем сезоне. Параллельно с этим я проверю и семена на инвазивность, так как вы меня об этом просили. Я думаю, что, вернее сказать, я даже уверен, 99%, что они не будут давать самосева, даже если что-то из них вырастет, то очень быстро погибнет. Однако же вы меня просили, поэтому одновременно с черенками я протестирую еще и семена. Но результатами поделюсь в конце уже следующего сезона. Касательно же той элунгаты, которая была пересажена целой корневой системой. За весь 2020 год она с корней выросла от 2 до 2,5 метров в высоту. За это время она ни разу не пропалывалась, не удобрялась и не поливалась. Более того, при посадке не разрыхлялась земля, не вносились никакие удобрения, а также не производилось мульчирование. Фактически такой она выросла абсолютно без ухода, ну и плюс-минус, думаю, такие же результаты будут у вас при аналогичном подходе к выращиванию павловни. Эта элунгата росла среди кукурузы. Света ей немножечко не хватало, однако я бы не сказал, что она вытянулась. Напротив, кукуруза играла даже положительную роль, с той точки зрения, что защищала павловни от порыва ветра с поля. Когда мы осенью брали кукурузу, то ветер буквально за первый же день погламывал половину всех листьев. Это в принципе не критично, так как была уже осень, но все же неприятненько. Кстати, маленькое такое замечание. Листья у павловни опадают при первых же похолоданиях, причем опадают они зелеными, предварительно они не желтеют. Ну, собственно говоря, напрашивается логический вывод, что высаживать павловни на открытых участках не совсем рационально. Плюс, также следует учитывать то, что на открытых участках она больше будет подвержена промерзанию зимой, ну, в частности, как раз-таки на ранних этапах ее жизни, пока она еще в полномере не одревеснела. Ну, что я могу сказать? Даже если моя лунгата и вымерзнет, я, в принципе, все равно не расстроюсь, так как весной она все равно отрастет с корней и, скорее всего, будет расти еще быстрее, чем росла до этого. Ну, а стебельки, пожалуй, пущу их, найду им какое-то применение или же пущу их на дрова. На самом деле, область применения древесины павловни на ранних этапах крайне мала, так как, по сути, она, во-первых, будет еще не вызревшей, в том плане, что не будет иметь всех необходимых характеристик, то есть там прочности, гибкости и так дальше. Все такие характеристики основные она получает уже примерно на 4-5 год. В Европе, если я не ошибаюсь, то ее принято срезать именно по этой причине аж на 8-й год ее жизни, чтобы она наверняка уже приобрела все свои заявленные, так скажем, характеристики. Плюс еще один такой негативный момент заключается в том, что на ранних этапах она больше похожа на бамбук. Ее древесина формируется колечком, а изнутри остается большая порожнистость. Со временем соотношение этой порожнистости к древесине, конечно же, будет мешаться, меняться, но, однако, это отверстие может остаться и на всю жизнь павловнии, поэтому это нужно также учитывать. Ну, касательно использования павловнии на дрова. Некоторые люди утверждают, мол, она в этом плане бесполезна, так как не горит. Я же решил этот вопрос проверить, но изначально кратенькая предыстория. Во всех источниках указано, мол, павловния возгорается при температуре порядка 400 градусов по Цельсию. Это, в принципе, сравнимо с углем. То есть, у меня складывалось впечатление, что если вы не можете разжечь уголь, следовательно, вы не сможете разжечь и павловню. Свой эксперимент я провел на однолетнем высушенном стебельке павловнии Элунгата. Стебелек был примерно диаметром 3 сантиметра. Я его попытался разжечь над газовой плитой, и могу вам сказать следующее. Он разжигается, горит, выделяет тепло, в общем, внешне выглядит абсолютно как любая другая древесина. Однако же, за единственным исключением, открытого огня мне от него так добиться и не удалось. То есть, получается такая картина, что в комбинации с другой древесиной, или же другими источниками огня, павловня действительно горит. Однако, сама по себе она не горит. С одной стороны, это недостаток, с другой стороны, это положительная особенность. В общем, в какую сторону смотреть, вы уже решайте сами. Одно я могу сказать точно, она не такая уж бесполезная, как это пытаются некоторые люди доказать. У меня наоборот, даже складывается обратное впечатление, что ее пытаются в этом плане очернить специально. Ну, как-никак живем мы в такое время, что гораздо выгоднее организовать искусственный поджог леса, списать деревья, якобы выгоревшие, и уже на основе этого заработать деньги. Ну, а с павловней мало того, что так не получится, так еще и надо будет ее, прям с самого начала, прям с маленького саженца, выращивать до большого дерева и стараться вырастить высококачественную древесину. Ну, увы, мало кто пойдет вторым путем. Вы сейчас не подумайте, я вас не призываю вырезать наши леса, засаживать все павловни, или же отдавать наши хорошие плодоносные поля под павловни. Нет, она этого определенно не стоит. Я просто хочу, чтобы мы сохранили то, что у нас есть, ну и по возможности приумножили. За счет старого приумножать не получается, мало кто возьмется выращивать у себя рассаду елочек на подоконнике. Ну, а за счет павловни почему бы и нет? Да, в принципе, не только за счет нее, есть и огромное количество других интересных растений. Главное просто начать что-то делать. Начинаете что-то делать, начинает меняться мировоззрение, и, соответственно, начинается меняться мир к лучшему, потому что начинаем делать что-то правильное, что-то хорошее. Ну, по крайней мере, я так думаю. Ладненько, что-то немножко уже заговорился. Переходим к рассмотрению итогов выращивания павловни, технических сортов за 2020 год. Семена павловни и технических сортов, а именно сорта 9501, 9502, 9503, шантунг и паутунг з 07, я покупал осенью 2019 года в Казахстане. Так как продавец их продавал оптом, соответственно, оптом мне их покупать и пришлось. Но, в принципе, проблемки в этом не вижу. Часть семян я оставил себе, а часть семян распродал среди людей. Первую попытку посева семян я предпринял в начале января 2020 года. Она, к сожалению, может быть даже к счастью, оказалась неудачной. Первой причиной этому стал неправильно спроектированный стеллаж. Я его тогда делал из сосновых брусочков 20х20 мм. В местах соединений укреплял его медицинским пластырем. Как итог, стеллаж получился очень легким, но одновременно с этим очень прочным. Он спокойно выдерживал нагрузку порядка 300, а то и даже 400 кг. И я полагаю, что он бы мог выдержать спокойно и все полтонны. Однако же на этом все его положительные моменты заканчиваются. Теперь же поговорим о недостатках. Ну, во-первых, я неправильно рассчитал расстояние между полочками. Оно у меня составило порядка 40 или же 50 см. Точно сказать не могу, потому что уже не помню. Но, чтобы не гадать, давайте лучше вместе посчитаем, сколько надо было бы оставить. 15 см нужно оставить на емкость с землей. Еще 40 см на саму рассаду. Еще 5 см для того, чтобы подцепить осветительный прибор. Итого, получается, что минимальное расстояние между полочками должно быть порядка 60 см. Но ключевое слово тут – минимальное. Второй же недостаток, связанный с неправильным освещением. В роли освещения я тогда использовал светодиодную влагозащищенную ленту. Ее света, к сожалению, оказалось недостаточно, поэтому мои сеянцы очень сильно повытягивались и, как следствие, погибли. Вторую попытку посев семян я предпринял в начале февраля. И она уже оказалась удачной. Так как времени переделать стеллаж у меня уже не было, собственно, как и возможности подцепить другое освещение в меру конструктивных особенностей стеллажа, то я пошел немножечко другим путем. Я купил две настольные лампы и к ним две большие светодиодные лампочки, мощностью по 35 Вт. Плюс для того, чтобы дополнительно не рисковать с освещением, не думать, хватит его или нет, я еще сделал каркас из штукатурного перфорированного уголочка и обтянул этот каркас фольгой. Уголочки, кстати, соединял полиморфосом. Полиморфос – это термопластик. За счет такой нехитрой конструкции, чисто визуально, мне кажется, что я смог увеличить КПД освещение, ну, скажем, процентов так на 30. Мелочь, но приятно. На тот момент выращивать павловню в зип-пакете, как я еще не догадался, поэтому первоначально сеял ее в прозрачные пластиковые лоточки, затем под конец первого месяца жизни сеянцев пересаживал их в кассеты для рассады, а потом, спустя еще один месяц, пикировал их в мешочки для рассады. На первых двух этапах у меня проблем не было, но они уже появились, когда я пересадил рассаду в мешочки. Эта рассада стала занимать значительно больше места, и, соответственно, тех ламп уже для рассады было недостаточно. Поэтому мне пришлось с этими ящиками, с этой рассадой бегать по всей квартире, переставлять их от одного подоконника к другому и надеяться, лишь бы она не вытянулась. Но, в некой мере, мне это все же удалось. В общем, как вы уже поняли, по моим стопам шагать я бы вам не советовал. Лучше изначально проектируйте нормальный стеллаж, а в роли освещения берите линейные светодиодные лампы. Они будут не только практичнее, но еще и бюджетнее. Брать их надо мощностью от 30, в идеале от 40 Вт. Подсвечивать рассаду следует от 10 до 18 часов в сутки. Выращивать рассаду рекомендуется при температуре плюс 25, плюс минус 5 градусов по Цельсию. Причем, учтите, что чем теплее будет помещение, тем, соответственно, павловня будет расти быстрее. И, соответственно, если она будет расти быстрее, значит, ей надо будет больше света для того, чтобы она не вытянулась и чувствовала себя хорошо. Да, я не спорю. Можно использовать и фитолампы для освещения, однако, зачем торопиться и переплачивать, если можно не торопиться и не переплачивать, и буквально уже за 3-4 месяца получить хорошую полноценную рассаду. Что ж, помимо всего уже сказанного, что бы я вам еще мог посоветовать? Ну, давайте отталкиваться от земли. Если у вас на поле нормальная земля, на ней растут сельскохозяйственные культуры и неплохо себя чувствуют, то для рассады павловни этой земли будет вполне достаточно. Причем, даже ничего в нее добавлять не нужно. Скажем так, я пробовал использовать покупную землю, в одном случае мои результаты не изменились, в другом случае я как-то даже остался разочарован. Однажды мне попалась земля, которая покрылась то ли плесенью, то ли солью, в общем, я не знаю, что это такое, но неприятный осадочек остался. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Поэтому над этим вопросом не запаривайтесь, берите самую обычную землю. Единственное замечание, начиная со второго месяца жизни павловни, добавляйте в воду при поливе немножечко комплексных водорастворимых удобрений. Самые обычные, самые простые удобрения, которые первоначально были предназначены для комнатных вазончиков, вам вполне для этого прекрасно подойдут. Они вам дорого не обойдутся, а павловни помогут, так сказать, поддерживать хорошую форму. Ещё я бы вам советовал раз в месяц опрыскивать рассаду хилатом железа. Как я заметил, на него павловни отзывается довольно-таки хорошо. Ну, и, пожалуй, важнее всего раз в месяц было бы опрыскивать рассаду фунгицидами, дабы предотвратить появление нежелательных болезней. Также меня спрашивали, можно ли использовать корневин. Ну, как бы можно, но вопрос только зачем. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понимать сам принцип действия корневина. По сути, корневин раздражает внешнюю оболочку корней, и в тех местах, где корень был раздражён больше всего, из него начинают отрастать новые отросточки, новые корешочки. За счёт этого корневая система начинает разрастаться. В случае с павловней, мне кажется, что это нецелесообразно, так как нам, наоборот, нужно сформировать только один, но очень мощный, очень сильный корень. Так что нужно, чтобы он по минимуму разрастался. Ну, и плюс, к тому же, павловни не относятся к разряду тех растений, которые сложно укореняются. Если же вы хотите ускорить свои результаты, то можете просто предварительно замочить павловню в воде. Семена можете замачивать на протяжении 5 дней. Дольше не стоит, так как они уже на седьмой день начинают прорастать. Если вы с этим вопросом затянете, то семена прорастут, сеянцы позакручиваются, их уже нормально не посадите. Лично я семена никогда предварительно не проращиваю, у меня с этим проблем никогда не возникает. Ну, а вы уже решайте сами. Вот с черенками вопрос уже поинтереснее. Их как раз таки я бы и советовал проращивать именно в воде. Причем их нужно помещать не полностью в воду, а таким образом, чтобы они немножечко выступали над ее поверхностью. Ну, считайте, будто вы черенок посадили не в воду, а в землю. Кстати, очень важное замечание. Обязательно смотрите, чтобы емкости были с непрозрачными стеночками. Иначе может получиться такая ситуация, что буквально из одной и той же точки начнет отрастать и корень, и будущий зеленый стебелек. Такой черенок, к сожалению, для дальнейшей посадки уже будет не годиться. В общем, плюс-минус при таком подходе к делу, мне удалось вырасти 490 саженцев. Из них 50 я продал. Каких-либо трудностей у меня с этим не возникало, однако же и радости от такой работы я не получал. Поэтому в дальнейшем выращивать рассаду на продаже я больше не буду. Около сотни саженцев я раздал бесплатно, среди друзей, знакомых и коллег по работе. Ну, а остальные оставил себе. Причем из тех, что я оставил, 2 трети растут вплоть до реального времени, а 1 треть, к сожалению, погибли. Почему так произошло, сейчас вам подробненько расскажу. И свой рассказ я, пожалуй, начну с посадки павловни в открытый грунт. Высаживал я павловни на двух участках. Ну, с первым понятно, это там, где росла раньше элунгата. На топ-поле мы посадили 110 саженцев по классической схеме, 4 через 4 метра, друг от друга. Оставшуюся же павловни я посадил возле дома, причем максимально плотненько. Сделал я это по двум причинам. Ну, во-первых, на момент посадки для нее не было уже места, ну, а во-вторых, в этом все равно не было смысла, так как я ее, в первую очередь, садил только на тот случай, чтобы можно было компенсировать возможные потери той павловни, которую посадил на поле. Ну, скажем так, это была одна из самых моих светлых идей. Ладненько, чтобы не прыгать с места на место, лучше сразу начну свой рассказ с посадки павловни, посаженной на поле. Так как речь идет уже о павловни технических сортов, соответственно, к ней мы проявили должное внимание. Моментами буду говорить мы, не потому что у меня раздвление личности, а потому что на тех или иных этапах мне помогала вся семья. Так вот, перед посадкой мы в земле проделывали глубокие луночки садовым буром. В среднем они у нас получались порядка 80 сантиметров в глубину. Моментами бурить было очень сложно, глина сложно подавалась бурению, поэтому приходилось ее пробивать ломом. Там, где лом не помогал, мы привозили воду и заливали эти луночки водой. Уже с помощью воды бурение шло как по маслу. Натрудились, конечно, тогда знатно, но результатом остались довольны. На дно этих луночек засыпали немножко нитроамуфоски. Ну, а-ля метод Киктенко. Предполагалось, что эта нитроамуфоска на глубине будет выполнять роль такой маленькой питательной заначки для павловни. У поверхности же мы ее собирались удобрять во время поливов. На самом деле с удобрениями я вас попрошу быть максимально аккуратными, потому что от них зависит не только состояние ваших растений, но и состояние природы в целом. Наведу такой маленький, кратенький, но очень яркий пример. В случае, если будете вносить слишком много удобрений, они со временем с грунтовыми водами будут попадать в ближайший водоем. В этом водоеме начнет слишком активно разрастаться зелень, начнет свести вода, и как итог, из прекрасного озера или же пруда станет болотом. И вам вместо того, чтобы уже смотреть видео о павловни, придется смотреть видео о том, как очищать водоемы. Этого, конечно же, никому не надо, поэтому прошу вас с этим вопросом быть максимально аккуратными. В общем, посадочные луночки мы засыпали черноземом. Причем чернозем привозили с другого поля, так как на том поле, где высаживали павловни, земля была, так скажем, ну, малоплодоносная. У поверхности луночки я формировал конусообразно, чтобы в дальнейшем во время полива вся вода попадала строго под корень павловни. Высаживали мы павловнию в средине мая. Тогда, собственно говоря, и впервые ее поливали. В воду не добавляли никаких удобрений, только один препарат против личинок майских жуков. Решили их сразу же протравить, потому что их в земле было просто немерено. Высаживали мы павловнию, казалось бы, уже при благоприятных обстоятельствах, однако через несколько дней очень сильно испортилась погодка. И как итог, вся павловния погибла. Ну, проблемка сейчас не только в павловни на самом-то деле. Тогда пострадали все сельскохозяйственные культуры. Например, практически полностью погибли все саженцы помидоров. Ну, ладно, это уже отдельная история. Ну, слава богу, что хотя бы со временем часть той павловни, которая была покрупнее, нашла в себе силы и начала отрастать с корня. Ну, остальное пришлось засаживать заново. Второй, и параллельно с этим последний раз, павловнию в 20-м году мы поливали в середине лета. Раньше и позже в этом не было никакой необходимости, так как регулярно шли дожди. На этот раз мы добавляли воду немножечко нитурамуфоски. Однако эффекта от этого мы не увидели, потому что буквально на следующий же день после полива начались затяжные ливни. После каждого дождя я приходил на поле, смотрел на павловню и видел одну и ту же картину. Она постоянно плавала в воде. Как итог, 20 павловней погибло, а остальные напрочь остановились в своем развитии. Я смотрю на эту ситуацию и полагаю, что, пожалуй, надо было посадочные ямки проделывать, ну, выкапывать лопатой. Тогда они были бы побольше, и, соответственно, у них была бы значительно большая пропускная способность. Ну, часть павловни выжила, на этом уже хорошо. Остальную я уже засадил аж осенью. Что из этого получится, посмотрим в следующем году. Помимо полива я эту павловню еще 3 раза за сезон пропалывал. И, в принципе, все. Я ее не мульчировал, потому что в этом не было никакой необходимости. В общем, при таком подходе эта павловня выросла в среднем на полметра. Помимо всех вышеперечисленных негативных факторов, я грешу еще и на тот чернозем, который мы засыпали в посадочной луночке, так как брали его, ну, так скажем, в непроверенном месте. Скорее всего, он также сыграл свою негативную роль. В общем, что хотелось бы сказать по итогу. Мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов. Знаете, на самом деле я бы остался очень разочарован, если бы часть павловни не посадил возле дома. На мое прибольшое удивление, эта павловня показала результаты значительно более показательные. Эту павловню я высадил в конце мая, то есть на полмесяца позже той павловни, которая была посажена на поле. Ну, так уж получилось, раньше была плохая погодка. Собственно говоря, чтобы уберечь эту павловню от плохой погодки, я и сделал импровизированную конструкцию, которую вы сейчас можете видеть у себя на экранах. При посадке этой павловни, можно так сказать, я не напрягался. Вся посадка свелась к тому, что я один разочек копнул землю лопатой, воткнул саженец, присыпал его землей. Все, на этом посадка была окончена. Вследствие того, что я рассаду очень долгий промежуток времени держал в помещении, при условиях недостаточного освещения, эта рассада очень сильно повытягивалась. Поэтому, когда ее высадил, она в вертикальное положение уже держать не хотела, и постоянно норовила прилечь. Я пытался ее подвязывать, но у павловни были свои планы на жизнь, и она начала отрастать заново с корня. Ну, поэтому я решил старые стебелечки пообрезать, и начал формировать новые. Так, собственно говоря, пару слов о том, что я делал с павловни на протяжении всего сезона. Один раз я ее прополол, раз пять или даже шесть, я обламывал ее листья. Обламывать листья мне приходилось по той причине, что павловния была посажена очень плотно, и деревья друг друга очень сильно глушили. Посмотрев на такие результаты, я могу с уверенностью сказать, что ближе, чем за полметра, деревья друг к другу садить уж точно не стоит. Лично я теперь павловню ближе, чем за метр, друг к другу точно не посажу. Уж так мне сильно надоела эта работка. Ну, кстати, маленькое замечание. Обламывание листьев абсолютно никак не влияет на общее состояние павловни. Можно прям все листья в ноль пообламывать, она все равно будет расти и, в принципе, неплохо себя чувствовать. Также я заметил, что обламывание листьев абсолютно никак не влияет на древеснение ствола. Весь сезон я обламывал листья, ствол оставался зеленым, и лишь ближе к осени, когда уже похолодало, уже ствол начал понемножечку древеснеть. Так, что еще? Поливал я эту павловню жаркими летними деньками холодной водой прямо по листу. Павловня на холодную воду реагировала хорошо. Я бы сказал, даже отлично. Поэтому делаю вывод, что поливать ее можно любой водой, и над этим вопросом можно даже не запариваться. Ну, и на этом, пожалуй, все. Больше я с ней ничего так-то уж и не делал. Собственно говоря, при таком подходе мои деревья выросли в среднем на полтора метра в высоту. Я полагаю, что если бы весна была менее жесткой, и я свою павловню посадил, ну, так скажем, менее плотно, то можно было бы спокойно добиться результата в 2 метра. Однако, так думал я. На практике же получилось, что потенциал у павловни еще более внушительный. Так вот, мне написала моя подписчица, зовут ее Виктория. Она была одной из тех людей, кто купил у меня семена той павловни, и которую я покупал в Казахстане. Из тех же семян, из которых выращивал павловню я, Виктории удалось вырастить павловню максимум почти что на 3 метра. Как говорила Виктория, она свою павловню не удобряла. Просто посадила ее на том месте, где в прошлом году держала калифорнийских червей. Не вся ее павловни выросла до таких размеров, и это, в принципе, нормально. Вообще, особенность той павловни, которая была выращена из семян, как раз таки в том, что она может расти и развиваться немножечко не одновременно и не одинаково. Это не критично, просто, например, деревья одинакового сорта до одного и того же размера могут вырасти, ну, скажем, одно за 6 лет, другое за 7 лет, ну, а третье там, может, даже максимум за 8. Лично я в этом проблемке не вижу. Виктория отдельная благодарность за то, что поделилась со мной своими результатами. Ее результаты меня более чем радуют. Однако же, потенциал у павловни Виктория в полномере не раскрыла, потому что потенциал у павловни еще более внушительный. Так вот, Даврон, так зовут продавца из Казахстана, у которого я покупал семена павловни, умудряется за сезон из семян выращивать павловни высотой по 4, а то и даже больше метров в высоту. Ну, такие результаты меня, конечно же, очень сильно впечатляют и очень сильно мотивируют, поэтому я в этом году снова-таки закажу у него семян, и когда они ко мне приедут, то уже с новыми силами, новыми знаниями буду стараться добиться таких же результатов. Думаю, со временем я смогу наработать, так скажем, идеальную методику по вращению павловни, и со временем поделюсь ею с вами. Что ж, вроде бы все основные моментики я уже вам рассказал. Однако это еще не все, что я хотел бы вам рассказать. Давайте еще поговорим о некоторых наблюдениях. Листья павловни жрут гусеницы. Причем интересный факт, из десятка вместе растущих павловней девять могут быть абсолютно не тронуты, а десятая выгрезенная прям в ноль. С чем это связано, я не знаю, свою павловню я не опрыскивал. Однако вам, в случае чего, этот факт нужно учитывать. Листья пробовал давать домашним животным, коровам и свиньям. Они их вроде бы едят, но, скажем так, максимально неохотно, и в 100% случаев предпочитают обычную траву. Также я видел видео, где люди показывали, мол, молодые стебельки павловни грызут зайцы. Ну, считайте, что после первого года жизни павловни зайчики вам помогают сделать технологический срез. Однако же, на второй год, постарайтесь свою павловню как-то от них уже защитить. еще корни павловни жрут личинки майских жуков. Собственно говоря, при посадке павловни в обязательном порядке их протравливайте. Также я находил сведения, что павловни жрут, прошу прощения, употребляют в пищу китайцы. Этот факт меня заинтересовал, и я и решил его проверить. Скажем так, стебельки несъедобные, листья может быть и съедобные, но на вкус они просто не какущие, а вот с корнями уже дело обстоит поинтереснее. Изнутри они деревянистые, ну, то есть по определению несъедобные. Однако же, внешняя оболочка у них довольно-таки хрупкая, похожа на морковку. Собственно, я взял кусочек корня и как морковку его и почистил. Ну, и попробовал внешнюю эту оболочку на вкус. На вкус она абсолютно нейтральная, однако же, по севкусе у нее довольно-таки приятная, сладковатая, прям один в один, как после березового сока. Может быть, павловня еще и дает березовый, ну, или же павловневый сок. Надо будет проверить, кто же ведь проверял-то, а? Кстати, может быть, еще можно употреблять в пищу пророщенные семена павловни. Ну, этот факт я пока что проверять не буду, потому что бюджетных, так сказать, семян у меня нет, а на технических семенах мне это проверять не хочется, потому что это будет небюджетно, выгоднее будет купить баночку икры. В общем, свою павловню я попробовал вдоль и в попереке, прямо во всех местах, и могу сделать вывод, что, как минимум, что для здоровья она безопасна, ну, как минимум, в минимальных количествах. Будет ли она меня радовать, ну, и же хотя бы не разочаровать во всех остальных аспектах, мне еще предстоит проверить. однако же, я смотрю на тех людей, кто выращивает ее значительно более длительный промежуток времени, чем я, смотрю на их результаты, и мне, конечно же, хочется верить в лучшее, поэтому я свои эксперименты буду продолжать, и если вам это будет интересно, буду делиться ими с вами. Что ж, и на этом у меня на сегодня все. Друзья, поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством Христовым. Желаю им счастья, добра, любви, здоровья, успеха в ваших начинаниях, семейного благополучия, ну, и спасения души. Христос рождается в Слове Моего. Слове Моего. Слове Моего.